В этом учебном году это первая наша паломническая поездка по святым местам, и так получилось, что мы начали ее с посещения женского Казанского Кулипановского монастыря. Для многих детей это первая встреча святыми, и мы очень надеемся и верим, что эта встреча окажет неогладимое впечатление на их души, что они захотят еще раз поехать в это место. Потянут туда своих родных, близких, знакомых, друзей, мы много раз уже ездили в Кулипаново, и очень отрадно, что одни и те же дети хотят ездить в это место. Из опыта своей работы я могу сказать, что Кулипаново – это то место, куда можно ездить не один, не два, не три раза, а много-много раз. И те же самые дети, побывав в Кулипаново, они опять хотят туда приехать. В Дерезаречи мы берем еще одну группу, и тогда я уже начну вам рассказывать о том месте, куда мы с вами едем. Во-первых, на втором этаже установлена камера. Водитель видит все, что происходит на втором этаже. Во-вторых, у нас еще есть оператор в автобусе. Вот так вот, честно, случайно с улицы подобрали, захотелось нас тоже снять для фильма, чтобы по тускому телевидению показывать, и может быть даже по центральному программе «Время». И вот он, оператор, будет к вам приходить иногда, и вы, как оператор, увидите, тоже сразу улыбаться начинаете. Мажете ему рукой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казанский женский монастырь Это одно из самых почитаемых мест Тульских и московских паломников Монастырь славится своим святым родником В целительных водах которого Только за последние десятилетия Скупалось более миллиона паломников При входе в ограду святой купели Написаны слова Пейте с моего источника и здравы будете Этот завет оставила людям Святая Евросиня Чьими молитвами и трудами Появился на свет столь чудный источник Ищут люди помощи у Бога Надеются на чудо Но чудо без веры не бывает И потому нескончаемые вереницы Идут страждущие и больные К роднику блаженной Ефросине И всех святая слышит И за всех молится Просят Бога о милости и исцелении Берите воду с моего кладезя И здравей будете Смешаетесь, да? А ведь будут показывать по программе время Прям по первому каналу Даже по всем каналам будем транслировать Мы звезды Те, кто знает эту молитву Может про себя Или слух, как угодно Ее произнести вместе со мной Вот смысл молитвы Господи, очисти меня от грехов Просит, чтобы он оставил Их долги, и грехи И при этом люди добавляют В этой молитве Так же, как и я Умею прощать долги Долги ближним своим Которые меня обидели Или которых я обидел Я готов мысленно попросить Прощения у этого человека Его нет рядом Но я обещаю, что когда я вернусь Обратно после поездки Я обязательно примирюсь Своим соперником, своим обидчиком Кто не знает Просьба такая В этот момент Вести себя тихо Обче наше Ижеиси на небесе Да светится имя Твое Да приедет царствие Твое Да будет воля Твоя Яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный Дашь нам пьеси И остави нам долги наши Як Ижею мы оставляем Служникам наши И не веди нас в искушение Но избави нас от лука Берите воду с моего кладезя И здравей будете Родилась Блаженная Ефросинья в славное царственное Елизаветы Петровны В 1758 году От Рождества Христова Девочку назвали Евдокия Ее отец знатный петербургский сенатор Из рода князей Вяземских Подолгу службы был постоянно в разъездах И забота о малютке легла на материнские плечи Впрочем у хозяйки дома было много помощниц Это были дворцовые служанки Которые непрестанно суетились у колыбельки младенца Тем временем беззаботное дитя тихо лежало в своей кроватке Радовалась звону подвешенного перед ее глазками колокольчика Улыбалась на ласковое заигрывание нянек И иногда подсматривала за огромным пушистым котом Приходившим вечерами охранять колыбель малютки Кот был персидских и тоже княжеских кровей Хорошо зная себе цену Он по-царски разлеживался на родном персидском ковре Без всякой опаски вытягивая свой белоснежный хвост Много в той нежной детской поры девочка забыла Но одно событие сердце забыть не могло Таинство крещения Священник нежно взял на руки малютку И три раза погрузил ее за головой в купель Признося молитву Крещается раба Божья Евдокия Во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь Девочки на шею надели нательный крестик и одели в белую крещенскую рубашку Крест выражал бесконечную любовь Бога к человеку А белый цвет рубашки говорил об очищении души от всякого зла Родители часто любовались своим крошечным созданием Могла ли тогда прийти им в голову мысль Что их богатая с обеспеченным будущим наследница Через 20 лет окажется пропавшей без вести И в глубокой старости умрет убогой нищенкой Вдали от мирских утех и наслаждений Вдали от мирских утрак и наслаждений Зеленики давай зеленики Спасибо Спасибо А? Не запомнил? Узвали Тогда знаешь как проще Господи помнил Господи Спасибо Вот когда мы в храм заходим Вы знаете, что в храме обычно Перед тем, как зайти в храм, креститься Вы умеете креститься, я знаю Но я вам напомню, как креститься Потому что иногда ее забываешь Не той рукой Правая рука у нас с вами Правая рука Безинец и соседний палец Они прижаты к ладони Вот так Сосед мизинец тоже прижат к ладони Остальные три пальца Вместе они сжаты Три соединенных пальца Чтоб Бог у нас Пресвятая Троица Бог Отец, Бог Сын Аминь На правый плечок, потом налево Правая рука, правый плечок А потом только левый Сверху вниз Во имя Отца и Сына Очень легко запомнить Крест Мы с вами вот носим крест Видите, крестик, да? Это знак любви Бога к человеку Вот видите, Господь на кресте пострадал Невинно пострадал Чтоб я никогда не умирал А если наступит смерть Она у всех наступит Что это будет не окончательное мое решение Для меня А что после смерти я буду жить Только уже вечно Вот И вот Господь для этого на кресте и пострадал Чтобы дать человеку вечную жизнь Возьмите, пожалуйста Подавите мне зеленый А то некоторые по шесть раз Получают от меня Насильные крестики В подарок Все время забывают В пору цветущей юности многим казалось Что Евдокия обречена на земное счастье Она была не только богата и красива Но и умна В те времена образованных женщин в России Можно было пересчитать по пальцам Правившая тогда в России царица Екатерина II Не желая оставлять русских женщин в невежестве Открывает в Петербурге институт благородных девиц Евдокия вошла в число первых воспитанниц Этого единственного в те времена В России женского учебного заведения По окончании института самых лучших выпускниц В числе которых оказалась Евдокия Лично представили царица Государь не нуждалась в деловых и рудированных помощницах Поэтому некоторых благородных девушек Взяли на службу придворными дамами Или фрейлинами Прямо в царский дворец Среди тех, на ком царица остановила свой выбор Была и наша Евдокия Выбор оказался очень удачным Княжна Евдокия Вяземская Хорошо владела несколькими иностранными языками Музицировала, изящно танцевала И обладала самым главным достоинством придворной дамы Умением организовать общение Приглашенных во дворец гостей Евдокия оказалась в данном вопросе Очень чуткой и проницательной девушкой Известно, что в круг ее излюбленных собеседников Входили такие влиятельные и знаменитые особые империи Как Суворов, князья Долгорукие и Нарышкины В общении с гостями Евдокия улавливала Их внутреннее состояние и добрым, участливым словом Приносила много тепла души собеседников Об этом Дарья хорошо знала императрица Она сама не раз в скорбные минуты Уединялась с ней на доверительный разговор Окруженная дворцовой роскошью, Евдокия жила в атмосфере Вечного праздника, непрерывных наслаждений, маскарадов и балов Находясь в такой близости к царице Имея такие связи при дворе Она легко могла устроить свою судьбу Выйти замуж за благородного, умного и богатого человека И от избытка своего земного счастья Творить дела милосердия, помогать нищим Строить школы, больницы, церкви для бедных христиан Однако душа Евдокии стремилась к иной жизни Она чувствовала, что роскошь и богатство Это тяжелые камни, которые не дают душе человека вознестись к Богу Дворец для нее превратился в золотую клетку Под покровом ночи Евдокию стали часто посещать покаянные мысли Господи, я полдня провожу перед зеркалом Чтобы быть красивой и элегантной Сетовала она Сколько же времени бедные слуги не смыкают глаз Чтобы мое красивое платье было чистым и гладким Чтобы моя прическа вызывала удивление и восторг Но что мне от этого? Пройдет время, и моль беспощадно съест мой самый красивый наряд А волосы покроются старческой сединой А что останется в душе? В моей душе? Пустота? Другой раз, вглядываясь из дворцового окна В зеленеющую даль полей, Евдоки укоряла себя И за дня в день у нас здесь танцы Сжиманные улыбки, желание прельщать блеском украшений острот А там за дворцом простые труженицы-крестьянки В поте лица добывают насущный хлеб Господь говорит, что толку приобрести весь мир А душе своей повредить И что человек даст за душу свою? В месяц получается где-то 3-4 поездки Туба собирается, как и сейчас, пол Места все заняты И очень интересуются Веруют многие И по самом деле веруют Купаются практически 70 человек Где-то 60-65 человек все купаются Мы тоже пойдем купаться Сегодня едут два водителя Я и Александр Тоже примем участие в купании Сейчас посетим храм Помолимся обязательно Перед тем, как пойти купаться Поставим свечи За здравие, за упокой Напишем о своих родственниках О своих близких И затем пойдем пешочком к источнику Заберем воды с собой Потому что вода действительно очень лечит И вылечивает По вере, по нашей Субтитры создавал DimaTorzok Во дворце тогда правили ветреные нравы Нарушалась супружеская верность Блуд и разврат стали частью придворного этикета В такой атмосфере задыхалась не одна Евдокия Еще две знатные девушки Впоследствии, постриженные в монахини С именами Марфы и Саломе Молили Бога избавить их от подобной Греховной сладости и неги Ночами, тайно всех, они вместе с Евдокией Уединялись на келейную молитву Господь говорит, что там, где двое или трое Соберутся во имя Мое, там и я посреди них В одну из таких ночей Девушки, ведомые Духом Святым Принимают решение бежать из дворца На берегу царско-сельского пруда Они оставляют свое роскошное одеяние Да бы подумали, что они утонули И прекратили бы поиски А сами оделись в простые крестьянские платья И отправились на богомолье По русским монастырям Так для них началась новая жизнь Которую они всецело вручили Свои судьбы божественному провидению Божественной деснице Господи, Тебе вручаем мы свою жизнь Сказали про себя эти три девушки И не надо кричать, чтобы все знали Как вам хорошо Ладно? Не получится Спокойно, скромно Потому что вода необычная Из этого вода передается Дух Святой Человеку Божья Сила передается Поэтому если человек тебя ведет хорошо в источнике Он и получается, соответственно За эту помощь А если человек вяжет, как поросенок Понятно, что он там получится Все поняли, что вам сейчас сказали Вот вы сами почувствовали, когда зашли в это место Что оно прям, знаете, оно как-то вас немножко раскрепощает Вам тут хорошо Все почувствовали Какое настроение резко пошло вверх Правильно? Потому что это место святое Там, где святые жили Где они молились Это места называются райские Райские места Вот Ефросиня, она жила вот здесь Она здесь ходила, молилась И поэтому в райском месте Надо вести себя хорошо Вот этот крест для этого и установлен И кажется, человек, который хочет, чтобы это действительно было в его жизни Вот это семейное счастье Он может подойти, перекреститься во имя Отца и Семистого Духа И поцеловать от креста И попросить о помощи Парень не приложу Прибылки 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 А теперь вот так Вот сюда И сюда Еще разочек Раз, два Вот И теперь о мамочке подумай о своей Чтобы в доме все хорошо было Да Правда Целуй, Клиз Сколько людей до тебя целуй Очень хорошо Так Так Я тоже леген Все, Листь, ты все Пойдем Пришли Натя, пошла Загонял Имея, и пресно, и вовеки веков. Аминь. Имея, и вовеки веков. В монастыре богомольцев принимали радушно. Кормили и давали ночлег, но на жительство оставляли только тех, кто был способен к тяжелым трудам и молитве. Хрупкой, с осиной талией, нежными ладонями и тонкими вытянутыми пальцами, никому неизвестная женщина вызывала жалость и сострадание. В монастырь собралась. Ты посмотри на себя, говорили ей монашки. Вот-вот переломишься. Куда тебе худосочность такими руками, как у барыни, коров доить и навоз убирать? А Евдокий смиренно преклонит голову и кротко ответит сестрам. Господь не оставит. Поможет. Вразумит меня грешную. Поначалу непривычные монастырские послушания давались Евдокии очень тяжело. Вставать приходилось еще затемно, чтобы успеть на первую дойку, а потом весь день на скотном дворе, ведь скотина как человек ласку и заботу любит. Евдокия выполняла послушание с усердием и со страхом Божьим. Сестры стали замечать, что когда какая из коров заболеет или оттелиться должна, там Евдокия всегда была рядом, утешала, нежно гладила страдалицу. К сердцу, с мольбой к Богу, принимала она страдания каждой Божьей твари. И Господь исполнял ее сердечные желания. В одночасье стоны и мычания прекращались. Скотина начинала выздоравливать, и роды проходили спокойнее. Прошло несколько лет. Уже нельзя было узнать Евдокии прежнюю барыню. Все в ее руках спорилось и в чельнике, и на монастырском огороде, и в заготовке сена, и в трапезной. Субтитры создавал DimaTorzok Супер! Хочется еще раз туда окунуться, но больше не получится. Я не купалась, но у меня крапиль святой водой. Я езжу в Калипаново уже второй раз, мне тут очень нравится. Я не купалась, у меня тоже святой водой крапиль. Вот он, наш спинчат! Он это получил целых три раза! Вот он, наш спинчат! Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем в монастыре поползли слухи, что Евдокия знатного княжеского рода. Сестры обители стали часто хвалить Евдокию, ставить ее в пример другим послушницам. Ничто так не питает гордыню человека, как людская слава. Ведь гордиться можно не только богастом и знатностью, но и нищетой, молитвой даже и добротой. А где гордость, там сердце становится как камень. В такой душе нет входа богу. Желая сокрушить гордыню, Евдокия по благословению митрополита Платона решается полностью уйти в неизвестность и принимает подвиг юродства. Под новым именем дуры Ефросинии она приходит в женский серпуховской владычный монастырь. Когда дурочка Ефросиния вошла в монастырь, она сразу привлекла к себе внимание. Уж очень странный вид был у пришедшей незнакомки. Голова коротко острижена, как у больной или преступницы, а на голове повязана какая-то старая тряпка. Вместо простого платья, которое обычно носили крестьянки, надета толстая серая рубашка из грубого дешевого сукна. В этой рубахе, да еще и босая, она ходила и летом и зимой. На шее Ефросинии висело медное жерелье, напоминавшее собачий ошейник, и медная цепь, на которой был подвешен тяжелый медный крест, величиной около четверти. Поступки Ефросинии как бы подтверждали мнение о ее безумии. Когда наступала зима, в келье Ефросинии царил ужасный холод. В печенье поддерживалось тепло, но зато летом она начинала топить келью так, что порой жара стояла как в бане. Спала Ефросиния на полу вместе с собаками, и на удивление игуменье, так называют начальницу монастыря, она отвечала, я хуже собаки. Нередко ее видели рядом с коровником, лежащим на навозе. Оттого неприятный запах сопровождал блаженную Ефросинию повсюду. Но особенно тяжелым он был в жилище подвижницы. Ее келья не проветривалась и не чистилась. Куры, собаки, кошки ютились прямо вместе с ней. Гости не могли и несколько минут выдержать пребывание в ее жилище. Но на замечание недовольных блаженная сырония отвечала. Столь смрадный воздух в ее келье заменяет ей духи. Вот за такую, как казалось многим, уродливую жизнь и прозвали Ефросинию юродивой. Нередко над ней смеялись, дразнили, порой бросали камни. Однажды в окошко бросили пучок горящей соломы, отчего случился пожар и сама Ефросиния получила серьезные ожоги. Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Подвиги и родства Ефросиния распинала не только собственную гордыню, но несла в себе живое напоминание людям об оплеванном и униженном Христе. КОНЕЦ Есть вообще очень большой экземпляр. Окаменелось ракушки, да. Вот наход он висит, вот там вот эта окаменелось висит. Но когда подойдет, чуть-чуть пить со мной только поодиночке, посмотрите. Здесь было когда-то море, а может быть и океан. Мы с вами находимся в том месте, где ступала нога святой Ефросии. Здесь она молилась, здесь она уединялась. И само место, оно как бы располагает к молитве. А там, где были святые, эти места, они особенно для нас ценны. Они как бы освящаются молитвой, пребыванием этого святого. Вот говорят так, рай – это не то место, где все в изобилии, где все красиво. А рай – то место, где есть святые люди. То есть человек святой жизнью сам меняет мир вокруг себя. И вот мы чувствуем с вами, мы здесь сюда пришли и уходить-то не хочется. Смотрим с вами на время, да. Уже там у нас, казалось бы, час мы должны быть в автобусе. Жалко. Хочется здесь еще остаться. После Отечественной войны 1812 года в русском плену пребывало много наполеоновских солдат и офицеров. Одно из их временных поселений располагалось недалеко от Серпуховского монастыря. Однажды во время прогулки на свежем воздухе пленные французы увидели убогую Ефросиню, собирающую в мешок траву и перья. Ее странный вид и не менее странная работа вызвали их на смешке и оскорблении. Один из них сказал по-французски своим товарищам. «Это тоже слабая половина человечества?» – раздался общий гокот. Неожиданно Ефросиня подняла голову, посмотрела в глаза на смешнику и ответила на чисто французском языке. «Не судите, да не судимы будете». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Удивленные и престиженные французы поклонились Ефросине, попросили прощения и с этого момента стали к ней уважительно относиться, прося молитв и советов. Для многих людей странный, или, как говорят в народе, блаженная жизнь Ефросиньи стала важным духовным уроком. Внешность часто обманчива. Порой это только маска, за которой скрывается иногда пустота. Ищи в человеке не плоть, а дух. Пренебрежением всего внешнего, святая Ефросиня пыталась побудить людей вспомнить о забытой спящей красавице, имя которой – человеческая душа. Подвиг и родство блаженной Ефросиньи пришелся на поколение победителей. Русские войска громили турок, шведов, поляков, изгнали из страны Наполеона, освободили пол Европы и победным маршем прошли по триумфальной арке Парижа. Возникла горделимая уверенность в непогрешимости русских устоев и традиций. Чтобы побудить людей, стряхнуть себя личину надменности и фарисейства, Господь призывает святых на подвиг еродства. В Петербурге на этот путь встала блаженная Ксения, в Туле – блаженный Иоанн, в Калужской земле преподобный Лев Оптинский. Еродство – тяжелый подвиг, оно требует максимального умоления своей самости, самоотречения, отказа от порядка, допущения хаоса, дисгармонии в отношении к людям и вещам. Даже пребывая на самом дне человеческого бытия, отдавая себя на растерзание мира и нечестных людей, еродивы их хранили в своем сердце чистоту. Это великий подвиг – пребывать в духе там, где в людях, как казалось, осталась лишь одна мертвая форма бессодержания. Под покровом ночи, незаметно для мира, еродивы погружались в молитвенную тишину, каялись, плакали, стенали, сострадая всем тем, кого коснулось их сердце в буднях прошедших дней. Эта общечеловеческая скорбь была известна одному Богу. Молитва совершалась в тайне от человеческих глаз. Собирает Россия в это место святое, Здесь сама Ефросинья исцеляет водою. Это место святое, мне такое родное, Божий свет над тобою, красотой неземною. Здесь природа ликует, нам здоровье дарует, Исцеляя водою и своей чистотою. По молитвам блаженной монастырь возродился, И к святыне нетленной наш народ устремился. Это место святое, мне такое родное, Божий свет над тобою, красотой неземною. Здесь природа ликует, нам здоровье дарует, Исцеляя водою и своей чистотою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова